Уважаемые братья и сестры, не так осталось уже много времени, уже как-то грустно, тоска на сердце, потому что мы ходят вместе благодать, вместе спасение от огня. И также жизнь наша тоже так пролетает, поэтому последнее вот я хотел бы ко всем обратиться под конец. Обычно Рамадан устают все уже, уже спать хочется бывает и так далее, но как-то постараться вот как Небеса Аллаха, когда еще из-за покрепче завязывал свой из-за и последние 10 ночей пока он поклонялся Аллах еще больше, будил свою семью, детей и так далее. Поэтому вот эти последние 10 ночей, они лучше, чем те 20 ночей, которые были до этого. Они лучше, чем те 10 ночей. Поэтому если тот, кто 21-20 ночей так сильно не поклонялся Аллаху, там бывало, это фрил делал, то есть где-то упускал какие-то моменты, то сейчас вот не упускайте. Даже если первое, вот сейчас, вот сколько уже, сегодня была 20, какая, 25-я ночь. Даже вот эту 25-я ночь осталось чуть-чуть, несколько, 3-4 ночи, и все, закончится это Рамадан. Поэтому постарайтесь вот выйти в последние ночи, чтобы побольше поклоняться Аллаху Субхану Ата-Аля. Что касательно лейля-т-кадр, Аллах Субхану Ата-Аля сказал, «Инна анзална в фи лейля-т-кадр», «Айя Кур'ан», то есть мы неспослали его Кур'ан в ночь предопределения. Здесь «Аль-Ихталафа аль-Унама», разоглашение среди ученых. Некоторые ученые говорят то, что Аллах Субхану Ата-Аля, это нюзуль, то есть начало неспослания Кур'ана было в ночь предопределения первых пять аятов и сорок алях Икрана. То есть на первое небо Аллах Субхану полностью неспослал Кур'ан, и уже потом на протяжении 23 лет неспослал его пророку Мухаммаду, саллаху алейкум салям. И здесь некая такая есть польза, я бы хотел с ней поделиться. Когда спрашивают, сколько аятов в Кур'ане, всегда люди забываются, путаются. В Кур'ане 6236 аятов. И как запомнить их легко? Нам ученые говорили, когда мы изучали, когда учили Кур'ан, 23 цифры, запомните. Это время пророчества пророка Мухаммаду, саллаху алейкум саллаху алейкум саллаху алейкум. Он стал пророком в 40, умер в 63. А там две четверочки, как скобочки. 6, 23 и 6, 6226. В протяжении 23 лет неспосылался пророку Мухаммаду, саллаху алейкум. То есть здесь Аллах Субхану Алейкум говорит, что Аллах Субхану Ата'ля То, кто не спасал, великий. И что он не спасал, тоже велик. От Аллаха, Субхану Аталья. В ночь предопределение. Дальше, Субхану А. Что тебе дано знать, что такое Лейдет-Кадр? Ал-Улема Суфиан бин Уйяйна сказал, где Аллах, Субхану А. В Коране говорит, То есть, имеется в виду, где Аллах говорит в прошедшем виде, что тебе было дано знать, это Аллах, Субхану А. обучил Пророку Мухаммаду Суфиану. Все, где он говорит, что тебе дано знать. А где говорит, Субхану А. В настоящем виде, то это не сказал, не обучил он Пророку Мухаммаду Суфиану. Например, Потом он объяснил. Почему, говорит Аллах, Субхану А. Что, откуда тебе дано знать? Почему? Это как будто, знаете, Чеха Усана, когда мы говорим, какой ты такой серьезный человек приезжает и говоришь, ты знаешь, кто он такой. Ты хочешь ему сказать, а ты знаешь ли, кто он такой. И потом уже, его цифа, те качества. И здесь тоже, Субхану А. говорит Пророку Мухаммаду Суфиану. И потом говорит, Ночь предопределения лучше, чем тысячи месяцев. Тысячи месяцев, 83 года. Это лучше, чем это. Субхану Аллах. Здесь, Субхану А. нам дал такой подарок, уважаемые братья и сестры. Раньше, жили много, например, Мунух, про него, сказал в Коране, он 950 лет только прозывал к Аллаху. А сколько он жил, еще больше, тысячелетиями жили. Поэтому, как говорится, говорится, от уммана Сабиха, то, что одна женщина плакала, то, что потеряла своего ребенка. И когда ее спросили, сколько ему было лет, она сказала, 700 лет ему было. То есть, столько долгожителей были. Вот сейчас вот мы, например, кто-нибудь из нас знает, например, кому за 100? Мне кажется, нет таких уже. А если скажешь, за 20? Много знаем, 30 и так далее. Поэтому, пророк Мухаммад, саллаху алейкум, сказал, то есть, люди из моей ума будут жить от 60 до 70 лет. И мало кто больше этого живет. Сейчас 70 лет, 75 лет уже старик, считается. 80 лет уже сакалой и так далее. До 90 до 70 лет. Удивляемся, как он столько лет живет. А здесь то 60-70, 50 лет люди живут, но Аллах, субхану аль-та'аля, нам ауаза, заменил это одной ночью, которая лучше, чем в 80 лет. То есть, в эту ночь, представляете, братья и сестры, сейчас, например, у нас салат аль-иша, во сколько начинается салат аль-иша, например, ночная молитва, начинается, скажем, пол 11-го. Утреный намаз начинает 2-30. Это пол 12-го, пол 1-го, пол 2-го. 3-4 часа. Вот это, если мы не сможем отдать ее, чтобы поклоняться Аллаху, субхану аль-та'аля, то мы сами себя притесняем. Валлах, сами себя притесняем. У нас ночи, если мы в эту ночь будем, кто-то, субхану аль-та'аля, не любит себя и притесняет себя, кто сейчас по ночам ходит по кафе, чай пьет, какие-то разговоры обсуждает и так далее, не поклоняется Аллаху, субхану аль-та'аля. Если мы не узнаем, еще есть время, сейчас еще есть фурса, есть еще шанс, иншаллах, что в это. В какую ночь она придет, ночь предопределена? Аллаху аль-та'алям. Пророк Мухаммад субхану аль-та'аля, в хадисе, сказано, что она 21-ая ночь. Есть хадис, что была 25-ая ночь. Есть хадис, что 27-ая ночь, как у нас по традиции, в мечети будет открыто число 27-ая ночь, до утра намаза. Но, каждый год она меняется. Один год 21-ый, один год 23-ый, другой 25-ый. И когда она, субхану аль-та'аля, будет Аллаху аль-та'алям. Как будто Аллаху аль-та'аля. Даже если из нас кто-то, братья, в эти четные ночи не столько дает время для поклонения, хотя бы в нечетные ночи отдавая себе поклонение, потому что большинство ученых, что она в нечетные ночи. Дорогой хазрат, в чем смысл того, что Аллах Всевышний скрыл от нас истинное знание, в какую ночь именно приходится в ночь предопределения. В чем смысл того, что Аллах Всевышний как бы дал такие разные разночтения относительно ночи предопределения? Это, если знаете, это можно, знаете, с чем сравнить этот вопрос, чтобы она не ответит. В чем смысл в том, что Аллах скрыл, когда мы умрем? То есть, если человек знал бы, что он, например, в такую-то дату умирает, он бы, например, в эту, потому что Пророк Саллаху Алисаму сказал, «Инна маль амали биль хаватин». Зилла расценится по последнему. И он бы мог бы в себе там огрешить и потом в последнюю ночь прийти и поклоняться Аллаху, просить Аллах прощения, замаливать. Поэтому тоже она внезапно приходит, смерть, также внезапно приходит Аллаху Алим, когда это ночь. Чтобы мы ее ждали, чтобы мы каждую ночь поклонялись Аллаху. В том, чтобы мы практически всю последнюю декаду Рамадана провели в плане. Я бы, знаете, хотел, значит, Шикаруслан такую сделать некую такую как бы вставку. Аллаху Алим даже говорит, «Таназали маль айкет вар рух». В эту ночь, сейчас закончу это все ресурсы, вкратце, в эту ночь Аллаху Алим «Таназали маль айкет». То есть, принудительным виде «Таназали много, 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 «Таназали усилительный». Голого «Ва маих фа анджали ла альм». То есть, много, много, много англас посылается. И Аллах Субхану говорит, «Ва рух». Отдельно рух. Рух Джибраиля Алисалам. Теперь задается вопрос, рух Джибраиль, он из ангелов. Но почему Аллах Субхану Талли сказал ангелы и Джибраиля Алисалам? Ли макинь айд Аллах. Потому что какой его почет, великий, великий почет этого ангела перед Аллахом Субхану Алисалам. Поэтому, Субхану Аллах, это как будто говорит, приедет, например, скажем, приедут там имамы и главный имам Аль-Харама приходит имам Аль-Харама и главный имам его имя говорит. Или приезжает министр и президент этот какой-то. То есть президент тоже из бюджетных. И тоже Аллах Субхану Талли его величие показывает ангелы Джибраиля Алисалам. И они сюда посылаются на землю только с повелением Аллаха Субхану Алисалам. Аллах в Коране говорит, когда Рух Мухаммад Субхану долго не приходил к этому Джибраиля Алисаламу, он сказал, то есть мы к себе соскучились я по тебе Джибраиля. Почему ты много не приходил? На что Аллах тогда не спасал? Ая То есть мы посылаем столько повелений Аллаха Субхану Алисаламу, спускаемся. Ему все приезжает. Аллах Субхану Алисаламу и Аллах никогда не окупает. И потом после этого, что Салям с миром. Некоторые ученые говорят с миром, то есть везде в эту ночь везде мир спространяется на земле. Другой же ревая, то что ангел подходит к каждому молящемуся в эту ночь и говорит Саляму Аликум на Раббил Алили. То есть мир и Аллах. Хатта Матан Алисаламу до тех, пока не скажет Адан Муаздин на Утрен молитву. Что касательно вот что я хотел сказать. То есть бывает люди, например, даже мне звонят, а что читать, а какие Ацкары делать, а что делать побольше, а сколько намазов делать. Или потом начинают я сколько ракатов прочитал, я двадцать ракатов прочитал, а я сколько Тахаджуд прочитал, я восемь ракатов, я столько Курана почитал, их надо было еще больше почитать. И вот все вот это у них уходит, все что они думают они о самом главном. А в этот момент лучше всего чтобы было сердце и еще в поклонении. Аллах, то есть смотрим, братья, не на количество, а на качество. Два раката, два раката, искренно где-то укрыться в углу, почитать Ради Аллаху, подумать об Аллахе, вспомнить о своих грехах, вспомнить, как мы не додали то, что должны были Аллаху, как мы мукасарином Аллаху, то, что в поклонениях своих. То есть мы 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 образно не восхваляли, мы ему не должны образно не поклонялись. Аллах, мы ослушаемся, возвращаемся к Аллаху, Аллах нас принимает. Мы ослушаемся Аллаху и просим прощения, Аллах, нас прощает. Мы благодарим Аллаху, Аллах нам еще больше дает. Вот об этом вспоминать, оставаться на интере, где-то в углу и искренне два раката намаза прочитать. рап Аллаху, при этом присутствовало в его сердце. То есть он от души этой искренне читал это и вело его в рай. Супер задается вопрос, два раката намаза, не сто ракатов раматов. Нет, два раката. А не так, как сто ракатов намаза нет, именно искренне в сердце. Поэтому Аллах не смотрит на ваш облик, не смотрит на ваш внешний вид, на ваше имущество. Аллах смотрит на ваши сердца и на ваши дела. Барак Всевышний не дал нам о ней четкого знания, чтобы мы всю декаду, последнюю декаду месяца Рамадан провели в поклонении. И в эти дни, не только в эти дни, вообще всю жизнь мусульманина для него главным является не количество поклонений, а его качество. Причем настолько искренне, как будто бы человек видит перед собой Всевышнего. И как будто это последний намаз в его жизни. И от этого намаза зависит, спасется ли он в судный день или нет. То есть настолько полностью обратить свое сердце к Господу, фактически растворится в этот миг в самом поклонении. И от этого качества поклонения будет зависеть, как Аллах Всевышний отнесется к нашему поклонению, как он его оценит, как он его примет. И насколько я понимаю, как вы говорите, дорогой хазрат, здесь не только даже количество поклонений, не только даже качество поклонений, но оживление сердца и разума, которое осознает, обращается к Всевышнему. И как Всевышний говорит в Куране во многих местах для людей размышляющих, то есть осознание того, что мы делаем, размышление над смыслами аятов Курана, размышление над тем, что мы приобретаем, сейчас обращаясь к Господу, это очень важно, потому что у многих мусульман разум отключен в этот момент. В сердце может быть искренность, но до конца не осознают смысл аятов Корана, не до конца осознают смысл того, что они делают в этот момент, в каждый момент своего поклонения, в каждый момент своей жизни. Разум дан Всевышнему человеку для того, чтобы он осознанно поклонялся. И вы знаете, наверняка огромное количество хадисов вы приводите тоже относительно того, насколько цена перед Всевышним Аллахом даже миг, минута размышления о смыслах, которые Аллах Всевышний вложил в Куран. К сожалению, среди нашего поколения, вообще среди мусульман мало размышляющих, глубоко размышляющих мало. Многие читают Куран, даже не постигая смысла его аятов. В то время как сподвижники размышляли, долго размышляли над смыслами аятов Курана и не переходили к изучению следующих аятов, пока не воплощали прочитанные аяты в своей жизни. И чтобы превратиться как пророк Мухаммад мир во благословении, как его назвали входячий Куран. То есть он был воплощением Курана и нравом его был Куран. Вот это хотел бы ваше мнение, тоже ваше подтверждение или опровержение спросить, дорогой Хазрат, правильно ли мы понимаем смысл и содержание поклонения и в эту ночь, и вообще на протяжении всей жизни мусульман. Машалла, вы прям скажем, Машалла, так четко я кто такой, чтобы говорить правильно или неправильно вы носители знаний, дорогой Хазрат. Мы всего лишь это ваше скромное как сказано поэтому говорит размышлять над Кураном Всевышний говорит я просто могу добавить ночь, не просто люди не размышляют над Кураном или на их сердцах замки. Поэтому этот Куран не спасал Всевышнего основная его цель не просто изучать не просто его узубрить не просто красиво на распеве читать размышлять над ним размышлять над аятом. Я бы посоветовал братьям два раката намаза даже если прочитаете ночью перед тем как прочитаете возьмите аят в Куран он делится есть аяты аяты где Аллах рассказывает о ком а есть самое великое что в Куране это самое великое когда Аллах сам о себе говорит в этой жизни ничего невозможно достичь познать без Аллаха а как люди хотят познать Аллаха без Аллаха поэтому прочитайте тасир аятов кто может из нас просто так прочитать и не переполнить его трепетно в сердце где Сибирь Субханам где Аллах себе описывает какой он великий какой он прощающий монастер вот это Аллах нам дает понять что вот эта ночь лучше чем тысячи месяцев 83 года если мы на протяжении 10 лет будем считать 830 лет кому-то поклоняемся Аллах если 20 лет мы будем считать как будто 1700 лет поклоняемся Субханам это нам что показывает что сколько мы поклонялись Аллах отсюда богаче не станет поэтому сколько бы мы не восхваляли Аллах о этих аятах как Аллах милости милосердно и так далее перед тем как мы пойдем уже у нас есть сердце переполняется трепетом любви по отношению к Аллаху перед тем как мы пойдем на земной поклон через эти аяты обращаемся к Аллаху и говорим я рахман я халик я мухаймин я мухаймин я и тогда просишь через эти атрибуты качество милосердно милости ты создатель ты творишь к себе наше возвращение и я тебя прошу вот тот кто меня сотворил сейчас я в земном поклоне перед тобой сейчас я в самом приближенном поклоне но я знаю то что помимо меня на этой земле миллиард мусульман в Мекке молятся сейчас в Медине молятся но я твой факир я твой раб который нуждается в тебе я бедный раб и без тебя никто ты мой создатель и к тебе вернусь от тебя все зависит моя жизнь моя семья все от тебя зависит я тебя сейчас прошу но несмотря на то что мусульман сейчас много тебе поклоняются ты меня видишь ты меня слышишь не оставляй меня без ответа и вот через такие насколько у нас будет больше и не забывайте братья просить не только за себя за братьям своих за ум пророку просить за наших близких которые шли из этой жизни представляете сейчас каждый тот кто ушел из этой жизни кто-то близкий может от коронного вируса умер у кого-то от другой болезни умер и так далее и не дожили до месяца рамадан который поклоняется как бы они хотели сейчас вернуться как Джабир плакал перед смертью и спросили почему ты плачешь то есть почему что я плачу потому что я задушаюсь своими братьями и плачу просто потому что я больше не смогу поститься и не смогу вставить ночные молитвы хотя там тебе рай там нету молитвы там нету тебе там наслаждение ну посмотрите насколько они сахабы от нас отличается когда мы встаем может быть и кто-то встает чтобы спастись от ада кто-то просит поститься потому что Аллах приказал хочет он зайти в Джанна через Раян при всем этом они не просто постились и молились чтобы получить награду или спасти это наказание они постились молились так как полюбили полюбили само это поклонение и когда просыпаемся мы чтобы Аллах сахабы захвалить мы просыпаемся достичь мы с вами должны этого не то чтобы бояться наказаний или попросить Аллаха заслугу зайти в Рай в Джанна а именно должны просыпаться и вставаться чтобы мы скучать должны по-анимазу чтобы нас мы бы скучали по поклонению Всевышнего Аллаха то есть бываете когда ты ложишься спать и ты скучаешь там например по близкому человеку скучаешь по своему ребенку когда ты уезжаешь в командировку скучаешь там по своей семье скучаешь по своим родителям в другом городе живешь хочешь там берешь билет заряной планируешь и потом уже звонишь скоро я вернусь в моей семье и так далее говоришь детям подарки покупаешь тут ты просыпаешься скучаешь дорогой хазерат хотел бы напоследок я хотел бы напоследок еще коснуться двух-трех мыслей дорогой хазерат для того чтобы завершить смысл нашего сегодняшнего наставления напоминания хотел бы о смыслах самого перевода коснуться его как говорят ученые есть три варианта его перевода первый это о могуществе мы говорили ночь величия ночь могущества уже вы объяснили нашим слушателям есть еще один смысл что в эту ночь земля становится тесной от количества ангелов малярика которые спускаются на эту землю по повелению господа земля становится тесной настолько они заполняют эту землю что они вот как вы говорите подходят к каждому верующему читают дуа каждый верующий которого они застают в поклонении и наконец последний смысл перевода слова кадр это предопределение и есть мнение что ровь именно ангел Джабраил спускается на эту землю именно для того чтобы выполнять поручение Всевышнего по определению предопределению можете ли вы пояснить дорогой хазрат чего напоследок что предопределяет в эту ночь Всевышнего как рассказали есть хиля это кадр остывает то что теснота того что слишком тесно и в эту ночь из-за того что много ангелов приходят спускаются есть другое мнение то что это могущество то есть как кадр есть кадр в ревоятах даже в каратах читается в одном ревоятах мы считаем кадр есть в каратах где читают кадр и так далее предопределяет то что на год на следующий на целый год то есть смотрите Аллах все предопределил в этой жизни в этой жизни до конца нашей но бывает то что как сказал пророк саллах дуа отдаляет от человека какое-то что ему должно было предопределено дуа меняет предопределение тоже по воле Господу но Аллах знал по своим знаниям то что даже это изменение предопределения являлось предопределением это даже подробно то есть Аллах знал как бы это было если не было было бы к другому как бы это было все Аллах знает поэтому здесь как бы ты просишь если ты предопредил как сказал, когда Аллаху Алям, чтобы не ошибиться, уже не помню когда делал таваф и просил Аллаху Субханава Та'ля то, чтобы Аллаху Субханава Та'ля поменял его. Если я, Раб, он говорил в дуа, если ты мне определил быть несчастным, то сотри это и запиши меня и потом привел Ая, где Всевышний сказал Аллах что захочет сам стирает и все захочет фиксирует. Аллах Субханава Та'ля, это книга то есть вот это предопределение поэтому к чему это сказали? На сегодняшний день бывает разногласия, иногда имамы ночь могущества, нет ты неправильно переводишь, ночь предопределение и все это у них проходит, это время на споры и на разогласия но не это самое важное для нас для нас что важно, что она хайру мин альфи шаар, это ночь лучше, чем тысячи ночей тысячи месяцев, извините то есть вот это важно, мы не должны зацикливаться на вот этих вещах, когда вот бывает и это тяжело, или даже в джама'ате в одном джама'ате, мечети, нет это ночь предопределения, нет это ночь и у них вся ночью ходит, что они спорят предопределение это им или могущество и так далее и это сахинь, и это сахинь, и это сахинь все есть мнения, много есть поэтому основное, что для нас в эту ночь просить дуа поклоняться Аллаху, просить прощения, иншаллах, и иншаллах Аллах, если нас предопредил что-то из того, что нам должно прийти, чтобы Аллах отдалил если это что-то из плохого и поменял на хорошее если Аллах предопредил нам дорогой хазат, вы сказали сейчас потрясающую вещь, я хотел бы ее уточнить напоследок и этим завершить наш сегодняшний эфир, вы приводили в пример слова или Умра бин Аль-Хаттаба или Абдулла ибн Умра, относительно того, что они обращались к Господу и говорили Аллах, измени то, что ты до этого предопределил мне. То есть мы можем обращаться к Господу, чтобы Он по своей воле изменил то, что было предначертано нам, допустим из испытаний, из плохого из потерь, мы можем об этом просить Господа, обращаться к Нему, и если Он пожелает, то по своей воле Он может изменить свое же предопределение, определить нам опять-таки по своей воле, но он об этом знал заранее, что мы к ним думали. Кроме смерти. Но есть единственное действие, которое человеку продлевает жизнь. Даже если ему было предупредено, когда приходит Малик-эль-Маут, единственный случай это Бер-Льва-Ли-Дейн. Это хорошее отношение к родителям. Набисал Аллах на Ро-Я. В прошлый раз он видел Ро-Я. Ему сказал Ангел Дюбраиль, только благое дело. Как будто к нему приходит ангел смерти и Аллах говорит, пускай он еще хорошо делает по отношению к своим родителям, еще живет в этой жизни. Поэтому, я бы тоже хотел сказать, самое из благо дел, что то, что позвоните, если вы далеко живете, вдалеке маме, папе в этот день и в эту ночь. Поздравьте им, скажите что-то хорошее и так далее. Ибн Абдасир, пришел к нему один из подвижников. Один из людей. Я сказал Ибн Абдасир, Ибн Абдасир, Я, говорит, просвапил одну девочку. Она мне отказала. И просвапил ее другой. Она согласилась. Я заревновал и убил ее. Есть ли талбы? Есть ли за это прощение? Тогда Ибн Аббаса, Раба Аллаху Алисам, спросил, говорит, твоя мама живая? Он сказал, нет. Тогда он спросил Аллаха, искреннее прощение. И когда он ушел, Ибн Аббаса, Ибн Аббаса, его ученик, спросил, почему ты спросил его маме? Он сказал, что Ибн Аббаса, великий ученый Ислам, из которого пророк сказал, сделал дуа, Аллах дай ему понимание в религии, обучил это все. Ибн Аббаса сказал, почему ты его спросил о маме? Он сказал, клянусь Аллахом, я не знаю более лучшего дела, чтобы приблизиться к Аллаху, чем к ней хорошее отношение. То есть как хорошее отношение к маме. Если человек хорошо относится к своей маме, он к ней хорошо относится, то лучше этого дела перед Аллахом, Ибн Аббаса. Теперь как мы относимся к нашим родителям? Мы должны, когда даже они на звонят, что-то спрашивают, значит мы уже нехорошо к ним относимся. Перед тем, как они у нас спросят, мы должны по их глазам понимать, что им нужно, что они хотят, что им нужно дать, что им нужно. они должны у нас просить, мы должны опережать это делать, поэтому но они терпят все, они цабр делают даже если когда мы по своей у нас какая-то важная что-то, этот звонок мы говорим, мама, потом перезвоним и так далее они ряда делают они не обижаются, они это мой сынок, это мой ребенок поэтому мы, к сожалению, забываем об этом, поэтому, братья и сестры я бы хотел больше в эти вопросы блага относиться искренне благодарю вас за эти напоминания, за эти наставления, за оживление наших сердец иншаллах, да и Аллах, мы увидимся через неделю иншаллах и продолжим наш эфир оставшиеся дни и ночи месяца Рамадан освящаем поклонению Всевышнему Шейх Руслан хотелось бы попросить вас, иншаллах, и всех зрителей пожалуйста, не забывайте делать за нас дуа, иншаллах, просить, а мы за вас будем, иншаллах иншаллах, прошу Аллаху, каждый сейчас нас смотрит, чтобы каждый сейчас, кто нас смотрит, чтобы Аллах посмотрел на нас сейчас взгляд на удовольствие и больше никогда на нас не сердился чтобы простил нам грехи чтобы не спас нас от наказания и вел нас в Фердаусе, иншаллах как мы тут на друга смотрим сейчас, чтобы так же, иншаллах, Фердаусе вместе друг на друга смотрим иншаллах Субханаллах 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 Субханаллах